друзья всем привет меня зовут либо мир борода и это мой канал давно не выпускал влогов был небольшой ремонт за это время у меня поменялось кое-что я поменял работу немножечко преобразовал свое рабочее место все это теперь я буду вам показывать опять во влогах надеюсь они теперь будут проходить без перерывов но не не скажу что часто но по крайней мере с определенной периодичностью такие дела сейчас мы находимся в одном интересном здании на фотосессии для магазинов freedom это мир борода зажигает города что-то ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Судебный процесс, когда ты это все рассказываешь, когда ты видишь этих присяжных, надеешься на этих людей, что они все-таки проголосуют за тебя, что ты невиновен. Но там, наверное, было сложно дождаться вердикта, когда уже все, присяжные уходят вынести вердикт, виновен ты или невиновен. После того, как переехал работать сюда, в магазин Freedom, сделал себе свою каморочку, немножечко жизнь изменилась. Если раньше я, например, вы помните, у меня был другой офис, я там больше плел из паракорда, снимал какие-то видеообзоры, то тут получилось так, что совсем другая обстановка. В магазин все время приходят какие-то люди, стали заходить сюда, интересоваться, люди новые, что я делаю, чем я увлекаюсь. И получилось так, что я всегда старался продвигать свои увлечения и заражать этими увлечениями людей, которые меня окружают, знакомить этими увлечениями людей, которые об этом не знают, но которые готовы этим заразиться. И если в том офисе, например, та же косметика Менли у меня лежала, и если я ее куда-то и продавал, то чаще всего с паракордовыми изделиями отправлял по городам Украины, либо даже в другие страны. То здесь так случилось, что люди стали приходить и покупать. Стали появляться много молодых девушек, стало приходить покупать продукцию для своих парней. И я понял, что на это существует спрос, спрос даже в моем городе Николаеве. Раньше я этот город не рассматривал для оффлайн-продаж. Ну и так как стала вырисовываться вот такого плана целевая аудитория, я немножечко изменил стратегию и стал заниматься еще и продукцией бородатой, более объемной, нежели это я делал раньше. И у меня появилась косметика не только Менли, а и там Сезер Хэнс, и некоторых западных классных производителей. Вот. И, соответственно, появились вот леденцы Алто, из четырех видов. Про эти леденцы я сниму отдельный ролик, специально покажу вам вообще, что это за фишка, почему эти леденцы настолько популярны, и необходимые человеку, который любит свободу, путешествия, туризм, ну и всякие вот эти вот интересные мужицкие приколы. Вот. И, собственно, сейчас я уже подвез в свой, можно его уже назвать магазинчиком, сумки Hardride. Это мой любимый производитель рюкзаков и сумок, вы об этом знаете, опять же, из моих роликов. Вот. И теперь я их привез, теперь они продаются у меня. Уже некоторые люди, благодаря мне, начинают узнавать, ну, от меня узнавать, те, кто не знаком с Hardride, что это такое. Начинает появляться какой-то спрос, меня от этого дико прет, короче, и я думаю, что со временем, как думаю, планирую, хочу, чтобы со временем моя маленькая вот эта вот, я называю лабораторией бородатого мужицкого счастья, превратиться в такой клевый магазинчик со всякими мужскими полезными штуками, приколами, куда любой чувак, который, ну, не та категория, которая просиживает дома треники перед телевизором, а именно активных, свободных, интересных людей, которые будут сюда заходить и обязательно находить для себя что-то толковое и интересное. Заходи, блядь. Блин, да. Заходи. Растет, растет вниз, сзади. Да. Вот. Если бирай, ну, вообще, ему так. Да, да. Да, да. Работу она больше не нашла, стала торговать на рынке, покупала семечки, мы их дома жарили, она выходила каким-нибудь домам культуры, какие-то точки, пыталась продавать семечки, чтобы как-то заработать. А я уже в школе, получается, у меня не было возможности у матери покупать мне какие-то вещи. Рыбу, короче, забрала, вот с утра в обед приходил, эту рыбу разбирал, вечером уносил точку. Он мне платил какие-то деньги, которых мне хватало, заняло, чтобы я купил себе хлеба, нормально пожрать, ну, попробовать себе мясо, короче, у меня даже что-то оставалось. Ой, потом... Надеюсь, почаще выходить с эфирами, ну и чтобы эти эфиры и влоги, и все эти туториалы, чтобы они были полезными и неинтересными. И я не собираюсь записывать видео только для количества, для того, чтобы прокачаться на YouTube-канале. Прошлый год я пытался сделать какую-то прокачку, имея минимум бюджета для этого. Ну и как-то я понял для себя то, что слишком очень-очень много времени я трачу на записи, монтаж этих роликов, и часть моей жизни просто проходит за этим монтажом и съемкой, и не всегда, как бы, они дают обратную связь. И поэтому лучше делать, возможно, реже, но качественней и похрен, там, какое количество подписчиков в месяц ко мне прилипает. Конечно, классно, что вы на меня подписываетесь, что у меня появляются новые люди, и чем больше подписчиков, тем интереснее. Но, опять же, гнаться за этими подписчиками, делать какие-то хайповые вирусные видосы, ну, я не буду. Я буду делать то, что я делаю, я буду записывать то, от чего я дичайше кайфую. И, соответственно, те из вас, кто любит это смотреть, будут смотреть, показывать друзьям, возможно, репостить, ставить лайки, комментировать. И это будет охрененно и классно, короче, вот. Давайте, будьте здоровы, и чтобы все у вас было хорошо. Чтобы оно не все сразу, знаешь, скопом началось. Расскажи, вот, момент юношества, да, вот, детства, как оно у тебя проходило. То есть, ну, вот, то есть, это чисто сегодня. И уже так будем, то есть, завтра там подснимем, и послезавтра. Ну, знаешь, что, по-моему, говорю, не скопом было. Давай про детство порасскажи вообще, что помню, что там какие-то просто случаи. Да, 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 да. Кстати, вот можешь общаться, вот, как тебе там, ма, знаешь, там, ну, такое, вообще не имеет значения. Камеру не обязательно. Ну, то есть, я могу там... Да, 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 вот, даже можешь не замечать, типа, присутствие сейчас. Я выставлю чуть-чуть. В принципе, немножко, да? Да. Блин. Родился я в городе Климовск, это Московская область. Даже, точнее сказать, город Подольск. Потому что в Климовске по сегодняшний день нет роддома, и, соответственно... Родился я в городе Климовске. Продолжение следует...